Парень, не хочешь самого дна сербского футбола? У меня немного есть, сейчас погнали, все расскажу. Короче, мы в городе Ниш, это юг Сербии, третье по величине город Сербии. Местные роднички сегодня играют в 1-8 кубка Сербии против клуба из Белграда, из первой лиги Белграда. Вот, оцените, на каком стадионе они играют. Ну что, пойдемте внутрь. Стадиону что-то около 60 лет, 10 лет назад его реконструировали, построили три новые трибуны, по крайней мере так заявлено. И две из них сейчас закрыты, по соображениям безопасности, вот одна из них. Билеты бесплатные, вот такие вот. Их раздает какой-то дед, я его случайно заметил, не знаю, пустили бы меня без билета или нет. Вот, ну очень атмосферно, очень олдскульно, мне нравится. Весь стадион исписан граффити, причем это в основном граффити Звезда и Партизана, а местные призывают не быть гостями в своем городе и, типа, ненавидят Звезду, наверное, за то, что их много. Вот, а так вокруг стадиона гораздо больше полиции, чем болельщиков. За то мачту этого стадиона просто отвал башки какой-то. Обожаю такие старые, огромные, монументальные мачты. Лайк. Так, на Мави положу я, пожалуйста, не пойду. Что-то нет такого желания. Даже под трибункой, куда вообще-то, я так понимаю, в обычные дни зайти нельзя, все исписано какой-то фигнёй. На самом деле, если бы мне сказали, что это заброшка, я бы, в общем-то, охотно поверил. Вот, но сами трибуны, вроде бы, довольно атмосферные. Пойдемте. Владимир Радович, 29 великолепных девчанин, 32 Марко Блажич. Шеф стручного встава есть 11 Николай Штулич, 15 Александр Пеевич. С верхнего яруса вид шикарный, пожалуй, наверху посижу, люблю я сверху как-то сидеть на футболе. Офигенная панорама открывается. Вообще, кстати, родничка клуб «Систорий», ему 99 лет. 10 лет назад занимал второе место, в конце 80-х играл в полуфинале кубку УИФА. Ну вот сейчас народу, конечно, мало совсем, но, в принципе, сейчас будний день, полпятого вечера. Ну, зато закат красивый, и стадион такой древний, атмосферный, мне очень нравится. Спуска 10 минут после начала матча местные все 25 фанатов все изволили развесить баннер и начать что-то там сидеть. Ну, спасибо и на этом. Кстати, сейчас погуглил, сколько вывозит звезда на матче в ниш. Это полная трибуна за воротами. В принципе, тогда вполне можно понять местных фанатов, почему они их не любят. Их вот сейчас где-то там меньше сотни, там несколько десятков человек. Вообще, ультрас-группа родничков называется «Меркали». Они организовались в 1962 году, когда вывезли несколько тысяч фанатов на матч с копией против Вардера. И тогда же в 1962 году была первая хореография на игре против звезды дома. Рассвет фанатизма в нише – это 80-е годы, когда роднички играли хорошо. Они играли против Наполя, там, против Данди, против Гроссхопперов и Норда. И тогда входило очень много фанатов. И были всякие перформансы, баннеры. Вот, было, короче, круто, я так понимаю, в 80-х годах. В начале 90-х с распадом Югославии ожидаемо возник кризис и в движи, и многие старики отошли. В 95-м, 96-м подтянулась молодежь, но тогда роднички играли во второй лиге, и народу ходило мало. Но ситуация выправилась только где-то к нулевым годам. Меркалия позиционируют себя как ультрас-группы, а не как хулиганы. И в 2000-х, с начала нулевых годов, они стараются прививать молодежи патриотизм. Пытаются делать так, чтобы они болели не за звезды, не за партизан, а за местный клуб. Но, честно говоря, вот, судя по сегодняшней игре, получается так себе. Фанаты родничков дружат с фанатами Спартаксу Ботица, и с варварами фанатами Будочность Подгорится. А еще, кстати, у них интересное прозвище, их почему-то называют Реал из Нишавы. Не знаю, почему Реал, к сожалению, не нашел. Если вдруг кто-то знает, напишите. Не знаю, кстати, как объяснить, но такие футболы мне почему-то больше нравятся, чем там условный Белтосарай Бешикташ или что-то такое большое. А вам какие матчи больше нравятся, напишите. Маленькие какие-то, где никого нет, но типа как-то атмосферно. Или дерби, где там десятки тысяч человек, туристы и все такое. Если честно, наверное, под трибунку меня больше всего поразило. Я никогда не видел такой под трибунки на работающем стадионе на футбольном матче. Это, блин, реально какая-то задрошка. Ну, и всякие вот такие вот написы есть в том числе. Даже пол весь исписан. И, кстати, туалета здесь нет, поэтому все решают этот вопрос как могут. В основном просто на стены. Вот сейчас по трибунке, короче, была какая-то приоткрытая дверь. Я не знаю, я думал, там ничего нет. А оттуда вышел какой-то парень, не застегивая штаны. Отлично вообще. Почему бы и нет. Вообще странно и жалко, что сегодня на футболе от Меркалия, от основной ультразгруппы, только надписи на стенах, самих их нет. Как я понял, подойдя поближе, на секторе только одна молодежь, человек 30, а мне больше. А вообще, судя по фоткам, их довольно много бывает. И баннеры вместе со «Спартаком» в субботе, все такое. Сорян за качество, какие фотки нашел, такие и вставил. С 2016 года клубом владеет какой-то местный бизнесмен с юга Сербии. И он заявил, что роднички должны войти в топ-3 клубов в Сербии. И сразу же в 2016 году они заняли третье место в сезоне, в 2017-2018 заняли второе место на 6 очков, обойдя партизан. Часто играют в Еврокубках, в этом сезоне тоже играют в Еврокубках. Но правда в чемпионате сейчас они идут пока на 11 месте, дела не очень. Но планы у руководства амбициозные. И помимо дела на поле, они планируют обновить и стадион тоже, чтобы он соответствовал европейским стандартам. И чтобы не стыдно было принимать гостей в Еврокубках. А то сейчас это, конечно, откровенно жалкое зрелище. Хотя атмосферное. Отдельный сорт развлечений это вот кресло. Садиться вообще не стоит. Лучше постоять здесь. Даже если оно не развалится под табла, оно точно будет грязное. Кстати, напишите, интересно вам вообще смотреть про такие маленькие клубы или лучше что-то типа дерби. Но, честно скажу, вряд ли это повлияет сильно на контент. Потому что мне нравятся маленькие клубы и я буду про них снимать в первую очередь. Но дерби, наверное, тоже какие-нибудь будут. Вообще в целом народу очень мало. Человек, наверное, 300 на самом стадионе, на двух трибунах. Я думаю, это связано с тем, что игру начали в 16.30 будет ли день. Это, конечно, вообще странно. И вторая причина. Это 1-8 кубка Сербии. И соперник клуб из первой лиги, из Белграда, неизвестный. Ну, понятно, никому у них неинтересно на такой футбол смотреть. Кроме меня. И вас еще заставляю. Сорян. Соперник Радничков. Клуб АМТ Белград из Нового Белграда. И, кстати говоря, он вообще неизвестный. Но ему 69 лет. И клуб основан в сельскохозяйственной компании, которая производит сельскохозяйственную технику АМТ. одноименная. И, соответственно, у клуба АМТ прозвище «Трактористы». Ну, выездников, понятное дело, нет. Вообще не знаю, есть ли у них болельщики. И Раднички, что, собственно, вполне ожидаемо, спокойно обыгрывают соперников. Пока 2-0. и 65-я минута. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, спасибо, что дотертели. Пойдемте быстренько погуляем по городу Ниш. Посмотрим, что из себя представляет 3-е преувеличение горы Сербии. Ну и хватит футбольчика. Давайте немного о городе. Город Ниш – это 3-е преувеличение город Сербии. Кажется, я тоже третий раз говорю. Город на юге страны. В древние времена он был важным таким переволочным пунктом из Греции и Турции в Центральную Европу. Сейчас город маленький, я бы сказал, провинциальный, тихий и спокойный вроде бы по ощущениям. Вот. В самом городе живет меньше 200 тысяч человек. В принципе, достопримечательностей не так много. Там вот за моей спиной крепость. Вот река Нишава. Давайте просто быстренько пройдемся по городу. Немножко вам его поснимаю, покажу и все. И закончим на этом. Есть местный Арбат, но такой простенький, конечно, но в целом довольно-таки милый. Магазины какие-то такие, знаете, местные, не сетевые кафешки. Люди сидят. Неплохо. Мне почему-то напомнил Арбат в Екатеринбурге. Конечно, за климат можно многое простить. Середина ноября люди до сих пор на улице в кафешках тилят на солнышке. Это кайф. На самом деле, честно скажу, я старался выбирать ракурсы, чтобы снять что-то красивое. Но, в общем-то, даже центр города вот примерно вот такой. Это, собственно, вид из моей гостишки, которая в самом центре города. Это не Дерилева, это реально Ниша, центр. Вот такое. Но в хорошей погоде все равно одиночек приятно прогуляться. Что бросается в глаза? Очень много людей гуляет. Это не туристы, это местные явно жители. Сейчас 11 часов утра, четверг. Правильно, зачем работать? Лучше кайфовать. Нишская крепость – это главная достопримечательность города. Она была построена в начале 18 века Османской империи. Но какие-то укрепления здесь были давно. Так что здесь, в принципе, сохранились какие-то остатки зданий Древнего Рима, Византийские, много Османской империи зданий. Ну и в целом это такой уютный, милый, приятный парк, по которому приятно погулять в хорошую погоду, как сейчас. Сейчас, кстати, середина ноября. Вполне себе кайф. Отличная осень. А еще буквально весь ниша списана. Типа вот этой вот. Все подчеркивают, кто за кого болеет, по кого должен там, не знаю, что делать. Вот. В общем, очень много таких надписей. Даже, собственно, в крепости это есть. Погнали посмотрим еще немножко на такие надписи. Очень любят они тут три буквы писать. НЦЗ. Это, собственно, ниша ЦРН-извезда. Ну и в целом все аббревиатуры понятные и незатейливые. Много призывов там свина-муракану. Типа все на маракану, свина-чаир. Это все на местный стадион. В общем, очень такого много, но не затейливо. Не, ну ладно, не каляками, а маляками едиными. Неплохой стрит-арт тут тоже есть. Ну, в небольшом количестве, но есть. О, вы тут еще смотрите, темно уже. Все, давайте, пора спать. Если не понравилось, там пишите, что не понравилось. Если понравилось, лайки ставьте. Давайте, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok